окей давайте начнем сейчас я попытаюсь зашарить play from start нажму что буду рассказывать сегодня я расскажу про такие самые простые вещи как можно данные из постгре перенести в монго как бы казалось бы то есть с rdbms в монго как то все переносить принципе это все делается очень-очень легко давайте просто пойдем к тому вообще что такое не шарю я сейчас еще раз это сделаю вот так а сейчас мне просто кошка было значит ну как бы история сграя все знают то есть когда-то она была придумана майклом стонебреком вот значит откуда вообще родился название мне тоже интересно решил посмотреть на википедии вот это пост ингресс прикольно так значит сейчас его все применяют у меня он даже сейчас в текущем проекте на сервере тоже используется постгре там уже идет миграция с одной версией в другую там где-то end of life и все но к нему на встречу с другой стороны пришли наши так называемые журналируемые базы данных они достаточно удобны как с моей стороны как девопса с ними достаточно удобно работать достаточно удобно интуитивно понятно как ты с ними работаешь что-то там с них делаешь там самая особенность такая мунга который я себе для себя заметил это то что этот час онлайн и то что это очень удобно очень легкая работа с данными если там кому интересно я добавлю в блокпост сводку данных как select и как их можно транслировать в монго как это все делается просто еще не все успел дописать в блокпосте там очень очень много до всего донести вот значит еще причем он мне так нравится это и и скейлинг очень легко она как и контейнеризируется так и используется в контейнерах так используя из контейнеров доступы к ней достаточно легкие быстрые ну и как обычно то есть это джей ну поэтому public license никто еще никогда не отменял это тоже есть огромнейший плюс монгом в отличие от того что мы позже когда мы будем его использовать в наших каких-то там про так светом нам значит дальше у меня термины которые используются я в принципе скопировал с сайта самого монга такую сводку терминов ну что что отметить да то есть в принципе такие операции как insert one insert many они также есть монгой тоже широко используются в нашем случае я просто буду использовать такую саму самую простую тузу которая входит в сам саму поставку монгой вот кому будет интересно кстати можете ее себе взять контейнеры раскрутить себе точнее взять все докер файл раскрутить контейнеры посмотреть как это все делается все я на гитте выложил запросто можно все брать значит также есть те же самые операции апдейт мы не там я не знаю что что там монга есть ансеты дроп все в принципе есть да и про тут у зу которую я хочу рассказать сегодня это монга импорт тум вот но как таковая она из но она идет в поставки но сама по себе она не будет работать то есть там такой нужен своеобразный мэджик который будет сделан на базе того как мы будем делать SQL query для того чтобы опросить и вытащить наши объекты из нашей реализированной базы вот поэтому давайте сейчас чуть-чуть к практике посмотрим что у нас есть то есть у меня здесь есть контейнер уже подняты да сейчас посмотрим что за контейнера у меня так мы имеем контейнеры монга имеем контейнер пазгресса до порты прокидываются 32 770 на 2717 это монговский порт ну и соответственно 769 это пазгрессовский порт да вот про эту чудо запись чудо SQL query я и хотел бы вам рассказать то есть по-моему я даже в этом каталоге сделал себе а стоп по-моему у нас в пазгрессе ничего нету да подсмотры что эти пазгрессы это это скрыл э что они это а это они 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 Пароль токер. Так, что мы имеем здесь, да, посмотрим, что у нас есть, да, то есть у нас пустая база, нам бы что-то сюда заимпортить, и мы это сделаем, сделаем, и я сделал такой файлик интересный, который называется input to postgresqlsh, да, что там у нас внутри. Экспортирую я туда пароль доступа к базе, ну и данные, data.esql, да, data.esql, да, data.esql, я, по-моему, делал какие-то там машины, да, я делал машины, и мы их сейчас туда и засунем. Нет, давайте мы немножко изменим, там у меня караиди некрасивый получился. Все хорошо, да. Так, что у нас там произошло? Опа, ничего нету. Страна. Страна. Давайте так сделаем. Страна. Ничего не показывает. Ну, поверим, что существует. Сейчас гляну точно к нам посмотреть все таблицы. Есть табличка кар. Сделаем эту табличку. И вот сейчас тот мэджик, про который надо бы поговорить. То есть мы должны это все делать, спортануть в... Один из принципов импорта через Mongo Import, то, что он импортирует, может импортировать CSV-шный файл. Ну, CSV-шный файл с разделителем табуляции, так называемый TSV. Поэтому для того, чтобы мы могли оттуда забрать данные, мы должны их забрать с определенным форматом. То есть, опять же, это формат для Mongo, это с указанием в коллекции поля, куда мы будем экспортировать с экспортом значения этого поля. Поэтому для этого всего дела я использую выкрустку файлов с помощью команды Copy. Сейчас я вам покажу. Значит, что здесь происходит? Я экспортирую в stdout стандартный вывод, чтобы не заморачиваться с разными permission, то есть, чтобы оно там могло сохранять файл, да? Я экспортирую из нашей таблички Car, CarID, CarModel и экспортирую формат CSV с тем, что я создаю headers полей, экспортирую полей, использую разделитель. Как это происходит? Очень просто. У нас есть мой output. Что такое? А, да. Он не имеет executable бита. Сейчас переделаем. Собрали. Да, теперь он стал executable. Заметьте разницу, да? Там я экспортировал переменную pg-password и меня не просила пароль, а в этом случае я просто в этом скрипте ее не экспортирую, но мне просит пароль от доступа к докеру. Соответственно, мы экспортировали все. Файл у нас должен быть, что он из себя представляет. У нас есть CarID, который мы экспортировали и CarModel, который мы тоже экспортировали. соответственно, мы можем сейчас это все дело засунуть в нашу монго с помощью команды mongo-import. Это я делал с помощью команды mongo-import.sh. Я опять же подключаюсь к контейнеру, создаю табличку Car, мне создаю коллекцию Car, экспортировал файл tsv, который у меня находится. По определенному пути сейчас они будут поправить свой путь. У нас нет executable бита, сейчас мы его добавим. Теперь у нас стал executable, и мы можем его запустить. Есть вывод, вывод нам показывает, что мы законнектились к нашей монго-базе и проэкспортировали туда четыре документа. Давайте мы подключимся к монго и посмотрим, что там есть. Монго, хост, рукау, хост, порта, openbar, функция, ну, достаточно. И наша экспортированная запись. За счет того, что мы использовали auto, у нас появилось такое понятие, как Car ID, Car Model, наше значение наших экспортированных полей, то есть то, что мы экспортировали в tsv. Ну, и то же самое у нас появился Car Model. Данные попались, все хорошо, все быстро. Значит, теперь то, с чем я столкнулся в своем фрилансе. Это все отлично работает до количества записей менее чем полмиллиона. Если записи больше чем полмиллиона, это начинает жутко тупить и просто не работает. Есть еще один вариант транслирования. Вот я его хотел рассказать в следующий раз. В Puzzle SQL есть такой вариант, как Foreign Data Writer. Своеобразный DB-Link, который может формироваться на журналируемую базу и через него также можно будет передавать данные. Этот вариант более быстрый, более надежный, более цивильный и более матерный. Вот. Это как бы все, что я хотел рассказать. Следующий этап – это уже с помощью Foreign Data Writer. Ну, опять же, все будет в таком же этапе, только уже будет с контейнерами. И уже, скорее всего, я буду показывать с помощью какой-нибудь веб-тулзене, чтобы это все красиво работало, чтобы это уже можно было видеть. Ну, опять же, это все дело надо будет нарисовать, сделать, поэтому мне надо будет немножко времени. Если есть вопросы, готов отвечать. Я, собственно, с опытом поделиться по работе с Foreign Data Writer. Не только у меня была задача немножко наоборот, то есть надо было в Puzzle смигрировать с внешней базы. То он работает хорошо, но у него есть проблема. Он слетает по тайм-ауту, когда количество данных более-менее большое. То есть для маленьких таблиц он их закидывает без проблем. Как только там в таблице больше десятка тысяч строк, и все, начинаются проблемы. Поэтому я с ним так... Там в Foreign Data Writer, опять же, как и в любом Puzzle есть так называемые настройки коннектов, настройки тайм-аута коннектов. В моем случае, то есть когда я опять же это делал, у меня нормально прошли то, что там было. Там было, ну, больше, по-моему, 15 миллионов записей. И оно все нормально прошло. Но там тоже еще одна особенность была у меня в том фриланс-проджекте. Это то, что оно одновременно использовали как PuzzgreSQL и MongoDB, и распределяли поток чтения. То есть если есть данные в MongoDB, мы читаем их с MongoDB. Если нет данных в MongoDB, мы их забираем из PuzzgreSQL. Я на GoLeng писал своеобразный такой обработчик, который мог проксировать записи, то есть проксировать запросы. Вот, поэтому я хотел сказать, что все, 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 все селекты, которые есть, все апдейты, все инсерты, дропы, также можно, ну, есть список совместимости команд. Вот, я его, кстати, сейчас, спасибо, что сам себе напомнил, сейчас добавлю его в блокпост. Ну, вдруг кому интересно, вдруг кому придется столкнуться. Вот. Вот так. Да. Окей. А, по поводу блокпоста, я не могу расширить ссылочку? Так же я не расширю. Ну да, подожди, во-первых, может так мне будет лучше слышно. Да. А, да, по поводу блокпоста я не могу расширить ссылочку, пожалуйста. А, зараз, сейчас я покажу, вот писал, на наш конференц портал, и, 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 и. Подожди, где здесь чат, вот это чат, да? Да, это чат. Вот. Ну, как бы свой гид, там, где я это все создавал, и докер-контейнеры, и, ну, там, где писал докер-файлы, и, там, своеобразные накидки свои делал, я это еще доработаю. Там не все красиво сделано. Вот. Сделаю все красиво так, чтобы оно было и удобоваримо, и читаемо. Ну, в данном случае хотя бы там можно забрать этот докер-файл и с помощью docker-build-ts создать сам контейнер себе. Еще? Что-то так быстро все рассказал. Обещал полчаса, полчаса, двадцать пять минут. Так, а вот эта задача о миграции много. То есть, возраст чего-то не позволял делать? Просто интересно понять. Возраст на Амазоне просто... Ну, там, у... На Амазоне два ИСи вторых инстанса, и они очень много отжирали денег у него. И основная задача была минимализировать траты. Поэтому была задумка мовнуться в... Ну, сначала была Кассандра, потом в Монго. И в конце концов, то есть, тот ИСи второй, который отвечал за Монго, Кассандра, вот, он начал... Позрастов три стал дешевле, чем два ИСи вторых, которые отвечали за кластер Позраса. Ну, как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, если смотришь, какая специфика запросов, по-моему... Ну, так, я так скажу, что... Ну, если это используется какой-нибудь, там, опять же, возьмем тот же самый гибернейт, да, в который сам формулирую свои джойны, мульти джойны, да, то там без разницы. То есть, ты физически просто используешь сущность, которая тебе сама все делает. Ну, да. Просто, я думаю, у нас какие-то там проблемы в том, что... Мы тоже думаем, у нас Позрис в качестве хранилища там тоже в кластере построен, но он там еще и с шарлингом, с партиционированием, и все равно те запросы, как бы, которые возникают у клиента, в частности, иметь возможность делать очень гибкие такие отчеты, которые там, типа, в real-time строят, а потом он ковыряет наш бедный договор хаус на длительный период. И, как бы, там Позрис уже становится тяжело. Вот. И тоже думаем, куда мигрировать, или что построить рядом для того, чтобы можно было таким требованием. Ну, я бы посоветовал, со своего опыта посоветовал бы спарк вместе с монгом. Спарк с монгом. Вариант отличный. Да. Вариант отличный. Но как муваться, как мигрировать, то есть как переписывать запросы, это уже совершенно другой. Да, ну да, но я даже думаю, может не муваться, может просто рядом построить, в параллель каждый свои задачи решать. Вот так вот я с ней поступил. То есть я реально построил в параллель, поначалу была построена в параллель, а потом, когда все были уже убеждены, что все данные перенесены, уже все работало уже с одной монгом. Ну, опять же, монга очень быстрая, и скалабилити меня просто поражает. На последнем презентации, на последнем вебинаре от монга там было очень и очень много сказано по поводу скалабилити и самой скорости построения, скорости переноса всего. Ну, я, к сожалению, его не записал. Так еще, не все для себя осмыслил для того, чтобы это что-то рассказывать. Ну, хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, обращайтесь. Все, что знаю, всегда поделюсь, расскажу. Окей. Вопросы?